Всем доброе утро! Мы с Машей стоим ждем автобус. Маша, повернись! Скажи, пожалуйста, ты готова? Переживаешь? Тебе же кровь из вены будет брать. Маша вообще первый раз будет кровь из вены сдавать. Ну, по идее, она в детстве сдавала, но просто она не помнит. А теперь она будет сама сдавать. Ребятишек у меня сегодня отвел муж в садик. Все переживали, кто уже будет ребятишек отводить и кто будет забирать. Не забывайте, что у меня муж, он во время вот сейчас отвел, потом придет и на работу сразу уйдет. И вечером с работы придет, переоденется и пойдет за детьми в садик. Поэтому можете не переживать, дети есть с кем оставить. В школу все отправлены, Света у меня старший класс, поэтому она сама уедет. Она умеет дом закрывать, знает, куда ключи весить и все остальное. Маша, стой здесь, не будем туда выходить. Подождем, сейчас машина подъедет, тогда уже выйдем. Так что, такие вот у нас дела. Тайсон, доброе утро. Ладно, стоим, ждем машину. Пожелайте нам хорошего пути и всем желаю хорошего дня. Так, дорогие друзья, приехали мы в Соликамск, но мы перепутали больницу. Сейчас поедем с Машей в другую больницу, да, Маша? Одевай перчатки, одевай, одевай. Давай, руку. Короче, идем потихонечку на остановку и поедем в другую больницу. Надо еще две или три остановки там, она сказала, проехать, чтобы на ту больницу. Там анализы сдадим. А потом поедем в Березеньки. Да, Машонок? Ладно, едем. Едем, едем, едем. Тут ветер очень сильный, поэтому потом вам расскажу и покажусь. Пришли мы с Машей на остановку, ждем автобуса, чтобы в больницу ехать, да, Машенька? Перепутали больницы, как так? Да? Холодно? Говорю, теплее, если надо было одеваться. Стоим, ждем автобуса. Нам сказали, через одну остановку на второй, по-моему, да, выходить? Там спросим у кондуктора уже. Кондуктор подскажет. Фух, запыхалась. Ладно, ждем автобусы и едем в больницу дальше. Так, приехали мы в лабораторию. Давай руку. Идем в больницу. Вон там, вот в талеке будет лаборатория, куда мы идем. Я потом думаю, озвучу. Так, а мы вон туда, наверное. Проспект Ленина, 28. Вот сюда вот мы и идем. Ну. Сейчас зайдем. Так, заходи. Все, сдали мы. Маша испугалась немножко, да, Машенька? Ну, она первый раз. Ну, она маленькая, по идее, сдавала, уже не помнит. Поэтому вот так вот. И для нашего медика взяли новые прелесты. Пошли. Все, пошли. Идем на автобус. Едем до автостанции. А потом поедем Березники нам на... Ой, на маску снять. Все, Машенок, иди ко мне сюда. Сейчас вон до пешеходного пойдем. Давай руку. Торговый дом здесь всякий есть. Магазины. Все, дорогие друзья, там буквально 5 минут нам понадобилось для того, чтобы сдать анализы. По сути, недолго. Давай бегом, 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 бегом. И сейчас пойдем уже на автобус и поедем в Березники. Так, а что нам надо? Смотри, что делать. Пойдем туда, не в этот отдел, Маш. С той стороны, в тот отдел. А? Перчатки? А, ну, пошли, смотри. Которые? А вот здесь вот только, Маш, перчатки все. Вот здесь вот. Вот, смотри, есть разные. Но они опять тоненькие такие, Маш. Они такие тонюсенькие. Вон внизу, смотри, разные перчатки есть. Так вот. Ну, пойдем там посмотрим. Я не знаю, тут есть вообще нет чего-то из того, что нам надо. Ты пить-то будешь что-то брать себе? Сок или что-нибудь такое? М? А эти были вон. Чакопаи. Если хочешь, возьми какой-то. Воздушный рис не хочешь? Вон воздушный рис. Вон, 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 вон. Смотри, сама чете надо. Я тебе ничего не могу подсказать. Это в Соликамской церкви. Мы там еще одну прошли и не засняли, да, Маша? Тут ветер, ребята. Пойдем, Машенька. Стой. И вот там третья. Дорогие друзья, а мы уже дома. А на улице еще светло. Че ты? Киса лазит по ногам. Так, показываю, что купила в Соликамске. Та-дам! Покупок будет много. Но давайте начнем вот с этого. Потому что дети это очень сильно ждут. Это сладкая вата. Давно мы такую не покупали. Сейчас вот Свете дам. Она на всех разделе тут разная. И стоила 69 рублей, по-моему. Держи, Светик. Дальше. Ну, взяла капучино. Это по просьбе Егора. Капучино взяла. И деткам взяла какао-порошок. Два пакетика. Также деткам купила конфетки. Там в этих пакетиках дрожжи. Потом мы откроем вам и покажем, какие внутри. Также деткам купила сок. Ну, это как бы напиток молочный. Три разных вкуса по бутылочке взяла. Денег много не было, поэтому немножко. Также купила чай. Машенька попросила вот такой вот ягодный коктейль. Они еще не пробовали. И тропический коктейль. Но он дешевенький был, поэтому взяла. Также взяла вот такие вот какие-то злаковые микс сухарики. Детки у меня любят такие сухарики, поэтому взяла хлебцы хрустящие. Дальше. Крабовое мясо. Три пачечки взяла. Пускай в морозилке лежит. Потом Маша попросила вот такую вот икру. Но у меня детки ее любят. Но вот последний раз мы брали вот такую вот. Им понравилось. Вот взяла тоже по акции была. И вот такую вот. Тоже была по акции, поэтому взяли. Дальше. Ну, это женские принадлежности. Дальше сыр взяли. Тильзитер. 542 грамма. Опять такой же сыр. Еще 554 грамма. И голландский классический. Упаковочку тут-то 1,48 кг. Егорушки купила специально. Имбирь. А варежек. А варежек, Егорушка, я не нашла. Перчаток много, а варежки. У меня Егора просит варежки, но варежки не нашла. И, кстати, вот такой вот еще имбирь маринованный. Держи. Это вот чисто тебе. Это твое любимое. А, еще тебе. На день рождения будут вот такие вот коржи взяла. У Егора 31 марта день рождения. Вдруг денег не будет, но торт надо будет сделать. Поэтому я взяла две упаковки коржиков. И взяла вот такие печеньки. Тут смесь такие, такие и орешки. Что-то 142 рубля за килограмм. Вот эта вот коробка килограммовая. Дальше купила опять сгущенку детям стряпать. И заходила, брала констовары. У нас очень быстро заканчиваются тетрадки. Взяла в линеечку тетрадка. Так, это что? Клетка. 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 Вот такая вот. Еще такая клетка. Тетрадка. Короче, ребят, тетради я набрала разных. Потому что детки у меня старших уже больше ребятишек. И тетради им постоянно нужны. Поэтому набрала разных тетрадок. Также взяла вот такой пенал. А в пенале я взяла стержни тоненькие по 7 рублей 20 штук. У нас в городе тоненьких особо не найти. В основном толстые. Поэтому взяла там. И мне нужны были вот такие вот зип-пакетики. Разные. Поменьше, побольше. Вот такие вот взяла. Вся вот эта школьная продукция у меня вышла на 680 рублей. И да, ребята, я искала сковородки. В магазинах ничего такого не нашла. Поэтому мы заезжали там на рынок. На рынке я купила первую вот такую вот сковородку. Она цена у нее 900 рублей. У меня наподобие уже такая есть сковородка. И вторую сковородку. Сейчас я вам покажу. Так. И вторая сковородка вот такая вот. Она 650 рублей. Вот такие вот две сковородочки. И сейчас покажу, что я еще купила. Да, нам в больнице дали новые прайс-листы, чтобы в нашу больницу отдать уже за январь 2021 в лабораторию. Ну, по поводу анализов чуть позже расскажу, что и сколько я заплатила. Сейчас покажу, что я еще купила. Так, ребята, еще что я купила. Взяла вот, как вы видите, порошок. У меня на 12 килограмм тот порошок весь закончился. Я взяла вот такой на 5 килограмм. Тает 200 с чем-то рублей стоил. Тут, по-моему, 5 килограмм, если я не ошибаюсь. Так, подождите, я посмотрю, перепроверю. Да, 5400. 200 с чем-то рублей стоил. И вот такой вот 5... Ой, 9 килограмм. Тоже что-то рублей 300 или 400 стоил попробовать. Взяла, но вот все равно. Первый раз взяла вот такой ленур. Мне посоветовала тоже моя подписчица на 4 литра. Поэтому взяла. И купила еще одну корзинку для белья. Такая вот она внутри. Крышка к ней имеется. Но я ее не для белья хочу сделать, а для другого. Так что вот такие вот все у меня покупочки. Так, дорогие друзья, ребята вот открывают такие конфетки. Открой, покажи, какие они там внутри. Ну что ты, сил нету, что ли? Я не представляю, как мне нравится. Покажи. Вот такие вот, видите, там шарики внутри. И там их очень много. Это мне посоветовала... Мы как-то к подруге приходили. Дети там поели, и она посоветовала. Говорит, бери, Настя, очень выгодно. И вот мы взяли. Они там с разными рисунками. А, нет, они одинаковые рисунки. Вот цвета, да, просто разные. И детям очень нравятся. Они очень вкусненькие. Коктейли вон они уже пьют. Видите? Я вообще хочу в следующий раз побольше их взять. И заморозить их можно будет. И будет фруктовое мороз... Ну, это наподобие фруктового льда, да? У нас у подруги сын так делает. Ну, вот так вот. Всё, ребята, разложила всё. Сейчас ребятки всё поубирают. Обзор засняла. Устала очень. Но в целом довольна. Сколько я заплатила за анализ? Многих вопрос. Заплатила я 1375. 1375 рублей. По сути, немного. Я даже сэкономила. Так что вот так вот. Анализ сдали. Сказали, после 20-го числа мне придёт на электронный почту анализ. И потом я буду отправлять... Ну, распечатаю. И пойду с этой бумажкой уже в больницу. И там скажут, куда и что. Маша, иди сюда. Ты довольна поездкой? Да. Плакала? Немножко плакала. Почему? Ну, когда из вены кровь брали, немножко испугалась. Да, Машенька? А так, в целом, всё нормально. Ладно, дорогие друзья. Вот такой вот у нас был день. Если вам понравилось, не забывайте поставить лайки. Подписаться на наш канал. Ну, а мы пойдём отдыхать. Всем желаем всего самого хорошего. Всем говорим. Пока-пока. Продолжение следует...